здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи израильский врач координатор форума по исследованию каннабиса илья резник здравствуйте господин резник буквально на днях у нас к несете прошло все-таки уже наконец первое ощущение по законопроекту который фактически вводит легализацию каннабиса в израиле для личного пользования во всяком случае многие журналисты так его поняли хотя там есть некая уголовная составляющая политическая но политическую мы оставим в стороне это для других а вот скажите пожалуйста правильно ли расценивать этот законопроект если он пройдет и станет законным как то что скажем так в израиле будет легализован каннабис каннабис как вы знаете одно из самых древних растений которые сопровождают человечество на протяжении последних 20 тысяч лет то есть каннабис был с нами есть нами будет ставить дальше поэтому нам с ним жить на на своих на надо учиться жить и учиться как этим пользоваться как его улучшать каннабис и что можно на базе каннабиса получать для пользы и блага человечества также для пользы и блага каждого конкретного члена этого человечества человеческого сообщества в частности в израиле Каннабис был с 2008 года разрешен для медицинских целей по очень ограниченному списку показаний. И в течение всего этого времени я сопровождаю активность нашего форума медицинского каннабиса. Я являлся в течение многих лет членом парламентской комиссии по регуляции каннабиса в качестве наблюдателя, консультанта, советника, советника комиссии КНЕСа по здравоохранению по вопросам каннабиса. Я могу сказать, что легализация каннабиса для медицинских целей в Израиле еще не завершена. И этот закон является одним из, скажем так, дополнительных шагов в правильном направлении. Дальнейшая легализация каннабиса для медицинских целей. Ни для каких больше целей это не рассматривается. Есть другие параллельные попытки, скажем, регуляции каннабиса для личного пользования. Пока они реализованы только частично, в плане того, что использование каннабиса декриминализовано для конечных использователей. То есть человека, который купил каннабис для личной цели, не для перепродажи, а для личного пользования, он не может пользоваться каннабисом публично. Если его при этом задержат, то его не будут арестовывать, у него не будет привода в полицию, криминальной истории. Но он может быть оштрафован. И таких штрафов может быть три. После трех штрафов его могут записать некое административное нарушение. То есть мы, да, занимались вопросами декриминализации каннабиса. Это очень далеко до легализации. А я хочу бы обсуждать вопросы легализации каннабиса для медицинских целей. Потому что закон, который представила в Межминистерскую комиссию по регуляции, есть такая комиссия по законодательству, Шарен Хескейн, от одной из действующих партий, оно прошло, оно получило одобрение правительства. И как правительственное закон, оно было представлено на предварительное чтение в прошлом, на вчера. И оно прошло его, несмотря на то, что некоторые части коалиции тоже были не всегда рады этому. Но вместе с этим они тоже согласились и тоже поддержали законопроект, в отличие от других партий. И вот сейчас этот законопроект будет направлен на комиссии КНЕСЭТа, различные, в которых, я надеюсь, тоже смогу принять участие. И тогда там будут внесены дополнительные изменения. Так что закон будет сильно изменен до того, как его примут на втором, третьем и третьем чтении. Илья, скажите, пожалуйста, я вернусь сейчас к медицинскому аспекту, он, безусловно, наиболее вашим во всей этой истории. Но когда вы говорили о декриминализации употребления каннабиса в личных целях, вы сказали, что если человек публично будет курить, публично в данном случае это важный момент, то есть вы сказали, что его тогда задержат и оштрафуют, но не будет уголовного преследования. А если он будет курить не публично, а у себя дома? Это первый вопрос. И второй, для того, чтобы курить даже для личного пользования, его надо где-то купить. А вы сами сказали, что у нас в Израиле, да, каннабис продается, но по рецептам врачей в медицинских целях. Человек нашел на полу бутылку водки, где он может ее выпить? Так закон запрещает ему выпить ее прямо там же в парке на лавочке. Запрещают его выпить на пляже. А дома он может нанести ее и там ее употребить. Так что то же самое с каннабисом. Где он его взял, закон не обсуждает. Человек делает в своих четырех стенах сам с собой, никому не давая, подросткам, детям и так далее. Это его личное дело. И таким образом закон о декриминализации правильный закон. Он, конечно, половинчатый, даже четвертинчатый закон. Но он правильный закон. Он говорит, что государство меньше должно влезать в личные дела гражданина, если это не мешает никому другому. Теперь вернемся к проблеме медицинского каннабиса и его употребления. Я нашел, вот сегодня, готовясь к нашему разговору, такую цифру, что отмечено резкий рост запросов на употребление медицинской марихуаны в Израиле. Вот за два года, с 2018 по 2020 годы, на 85% у взрослых и на 71% у детей. Ну, рост совершенно гигантский. Скажите, пожалуйста, этот рост связан с тем, что у нас постепенно, что называется, государство ослабило хватку в этом отношении, расширило рамки и возможность употребления в медицинских целях марихуаны. Или же это связано с тем, что больше врачи стали его использовать, появился более широкий спектр? Как всегда, любое явление имеет много папов и мамов и причин, которые оно происходит. Поэтому то, что вы говорите, этот рост, конечно, потрясающий. Не во всех случаях это происходит, скажем так, по чистым медицинским показаниям. Есть много, скажем так, в эту отрасль вошли несколько посреднических организаций. Но государство, скажем, немножко, чуть-чуть ослабило форже и в каком-то направлении дало некоторым организациям, скажем, больничным кассам, самим решать, кому давать канализ, кому не давать. То есть оно выделило свои полномочия, скажем, другим факторам, другим организациям. Эти организации очень могущественные. И они решают для себя, скажем, для ветеранов армии, кому выписывать из них, кому не выписывать. Для членов больничной кассы организовали специальных врачей, которые от имени кассы решают, кому выписывать, кому не выписывать. Иногда это обоснованно, иногда это не обоснованно. Но ответственность всегда належит на том, кто принимает решение, выписывает лицензию. Поэтому я вижу это направление правильным. Я и все мои друзья, коллеги, участники моего форума медицинского канабиса в Израиле, мы много лет двигались в этом направлении. Мы очень рады этому продвижению. Это очень правильное направление. Не все они всегда принимают марихуану правильно. К сожалению, многие пациенты не получают правильного инструктажа, правильного введения, правильного наблюдения, как это надо принимать. Это происходит, это тоже есть. Надо обращать на это внимание. Надеюсь, ваши зрители, которые видят нашу передачу, они придут к своим докторам и спросят. Это вот мы слышали в передаче Горина от доктора Резника, что канабис надо принимать в очень вымеренных дозах. Принимать его не в виде курения, а в виде ингаляции. Доктор, подскажите нам, как половче это сделать? Какие виды канабиса нам лучше подходят? И чем лучше и глубже мы будем этим заниматься, тем лучше будет здоровье, тем лучше мы будем это понимать. И таким образом сможем лучше заботиться о наших пациентах. И давать им лучше медицинское обслуживание. Так что я всецело приветствую эти шаги. Вновь вернусь к вообще легализации канабиса, хотя вы сказали, что до него еще нам идти, идти, идти. Хотя, в принципе, мы совершаем какие-то шаги в этом направлении. Я так понимаю, что вы сторонник легализации, полной легализации канабиса для личного употребления? Рано или поздно она произойдет. Нет стороны, в которой она не произойдет. Я очень надеялся, что в этом законопроекте Шарен Хаскери, я много лет с ней сидел на парламентском лобби по регуляции канабиса. У нас я много лет с ней сидел. И это закон, который она вытащила на Министерскую комиссию, комиссию по законотворчеству. Это закон, который я видел много лет назад. И там был такой пункт, говорящий о том, что канабис следует переименовать, вытащить из категории опасных наркотиков, не имеющих медицинского значения, и переставить его в рамки вещества, имеющих медицинского значения и не являющихся опасным наркотиком. То есть убрать всю, скажем, полицейски слезящую категорию, которая говорится, что это запрещенное, контролированное вещество и так далее, опасное. Надо было сделать то, что называется rescheduling, то есть поставить его в другую категорию. И это в законе не было сделано. И поэтому я за легализацию. Но вопрос такой, что мы имеем в виду под легализацией? У нас какая легализация, для кого легализация, что имеется в виду? Есть разные страны, которые провели легализацию на своей территории. Соединенные Штаты, Канада, Уругвай. И у них у всех это по-разному происходит. Есть много разных моделей. Мы должны понимать, какая модель будет наиболее эффективной для нас, для нашей действительности в Израиле. И только тогда действовать в данном направлении. Я призываю к максимальной осторожности, максимальному вниманию ко всем деталям. И да, это произойдет, но когда и как, мы пока не можем знать. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к доводам противников декриминализации и легализации каннабиса? А главным доводом их служит, в общем-то, такой, что это приведет к значительной криминализации общества, что пострадают, в первую очередь, подростки, что если я так схематично, телеграфно говорю очень, что если это будет продаваться везде, как продается, допустим, сейчас алкоголь, вот сегодня у нас много критики, что любой, даже несовершеннолетний, может купить бутылку водки, а потом он приходит в клуб, напивается и хватается за нож, ну и так далее, и так далее. Доводы, может быть, звучат немножко нафталином, попахивают, но тем не менее они существуют. Смотрите, в 99% насилия на дорогах, насилия в семье, никакого алкоголя близко не было, никакого наркотика близко не было. Люди были убиты, люди были искорежены, люди были исковерканы. При чем здесь наркотики? Ну при чем здесь алкоголь? Мы должны заниматься человеческим элементом, объяснять, что такое хорошо, и что такое плохо с колыбели, с колыбели должны объяснять людям, что можно, что нельзя. А вы рассказываете про то, что будет криминализация. Какая криминализация будет? Кстати, это совершенно неверный довод, никакой криминализации они не приводят. Более того, все криминальные организации, которые сегодня наживаются на каннабисе, все подпольные производители каннабиса, все маклеры, все посредники, которые перепродают каннабис, развозят его, они главные противостоятели на деле легализации, потому что они первые пострадают, они потеряют рынок, они не смогут получить те доходы, потому что все, кто сегодня идет к ним и покупает непонятно что, по непонятной какой цене, они пойдут в магазин и купят что-то, которое отвечает всем качествам. Посмотрите, что происходит в Колорадо. Посмотрите, там не было никакой всплеска криминализации, наоборот. Государство получило 2 миллиарда в течение Колорадо, сравнимый с Израилем, штат. Но 2 миллиарда в течение первого года легализации получило. Увеличение аварии на дорогу было меньше полпроцента. Вы понимаете? То есть мы говорим про опасности совершенно несоизмеримые. А то, что это увеличит опасность... Смотрите, законы должны работать. Подростку нельзя продавать алкоголь, подростку меньше 21 года. Насколько это соблюдается, я не знаю. Поэтому не все работает. И, видимо, эти законы тоже не будут работать. Надо следить и работать через население, а не через запретные меры. Запретные меры только кормят чиновников, адвокатов, следователей, тюремщиков и всех остальных. А также главным образом криминальный мир. И про это надо очень хорошо думать. 280 миллиардов шекелей сегодня в криминальном мире крутятся. Из них больше половины из-за наркотиков, оборота наркотиков. Из них 75% — это оборот наркотиков, каннабиса. 10% населения принимает каннабис практически регулярно. Вы понимаете, что это миллиарды шекелей. Ну, так надо этим каким-то образом заниматься. Слава Богу, государство каким-то образом пытается подойти к этому. Доктор, последний вопрос. Вы сказали, и спасибо за это, что не только те, кто принимают каннабис по медицинским целям, но и не все врачи даже знают, как правильно это делать, как регулировку, как дозировку делать, способы доставки в организм и так далее. А вот если будет легализация, и человек сможет, совершеннолетний человек, естественно, со всеми, пускай ограничениями, сможет пойти и приобрести для личного употребления, не приведет ли это к тому, вот эта бесконтрольность, так хоть врач как-то контролирует в данной ситуации, плохо ли, хорошо ли, но врач все-таки лучше пациента, знает, как все правильно делать. А человек, покупая в магазине, не знает, может и не знать, может сразу, ну я так утрирую, естественно, килограмм выкурить. Смотрите, человек может выпить и пять бутылок водки сразу, мы знаем, что произойдет до этого. Я надеюсь, все-таки, я думаю про наше население значительно лучше, чем вы думаете про него. Я думаю, что у нас население прекрасное, замечательное, образованное, грамотное, думающее о своей пользе и ищущее возможности улучшить качество своей жизни, а не ухудшить его. Люди знают, с кем посоветоваться. Да, будут эксцессы, будут какие-то разовые вещи. Люди пробуют разные вещи. Люди пробуют дышать газом из кондиционеров. Люди пробуют прыгать с крыши на крышу. Смотрите, для таких людей нет никакой управы. И не мы с вами можем это регулировать. К врачам кто-то придет, к врачам посоветоваться. Кто-то придет к тем инструкторам, которые будут в этой области. Я надеюсь, что все это дело правильно будет. А если людям запрещать и говорить, держать и не пущать, то люди пойдут на черный рынок и будут покупать криминальных алиментов. Зачем нам это надо? Я за то, чтобы медицинский каннабис был хорошего качества, по доступной цене, доступный нашим пациентам. Чтобы врачи занимались самообразованием, потому что Минздрав проводит медицинские курсы по каннабису. Безобразный это технический курс для очень узкого круга врачей, которые туда пришли. Больше, кстати, Минздрав не проводит никакие курсы. Мы на нашем форуме регулярно пытаемся довести до тех врачей, кто к нам обращается, сведения, как принимать каннабис, каким образом инструктировать наших пациентов. Мы подходим к этому ответственно, осторожно, профессионально. Я много лет работаю в этой отрасли, помог тысячам и тысячам пациентов. И я надеюсь, я смогу дальше помогать нашим пациентам, помогать врачам. И я надеюсь, что в нашей стране регуляция будет максимально удобная для того, чтобы люди улучшали качество своей жизни с помощью лечебной марихуаны, в том числе. Спасибо. Будем надеяться. Доктор, большое спасибо за ваши рекомендации, советы и пояснения в этой достаточно сложной и запутанной теме. Всего вам доброго. Спасибо и здоровья всем нашим зрителям. Спасибо. На этом все. Напомню, что с нами на связи был доктор Илья Резник. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»